Что касается увольнения Суркова, то здесь все довольно просто. Марков довольно кратко это сформулировал. Представьте себе, что высокопоставленный чиновник английского правительства в Москве поезжает и начинает критиковать Scotland Yard и методы его работы. Долго ли бы он просидел в английском правительстве? То есть Сурков совершил то, чего не должен делать чиновник, а именно находясь за границей, выносить некий ссор из избы и критиковать наши силовые структуры, скажем так. Это по чиновничьей этике делать не полагается, поэтому он получил и причину, и повод для отставки. Что касается каких-то других еще вариантов, к чему его отставили, то их, наверное, много. То есть было определенное недовольство его работой в аппарате правительства, потому что он не привык этими вещами заниматься. Все-таки раньше он занимался внутренней политикой. Здесь работа, связанная больше с бюджетом, с деньгами, с бумагами, с административной работой. Это не совсем то, к чему он привык. Ну и некое общее противостояние, которое есть между Белым домом и администрацией президента, тоже сыграло свою роль.